Предлагаю приготовить вариант очень вкусного и сытного салата Тбилиси. Все ингредиенты доступны, особенно в летний осенний сезон. Просто потрясающее сочетание продуктов и ореховой заправки. Нам нужен один окорочок, размер выбирайте сами. Можно взять, конечно, куриную грудку или отварной говяжий язык, или говядину. Баночка консервированной красной фасоли без жидкости у меня получилась уже 270 грамм. Один средний баклажан, две паприки, желательно, чтобы они были красные, пучок кинзы или петрушки, берите на ваш вкус, и одна красная луковица. Это составная салата, плюс нужны будут еще ингредиенты для заправки. Баклажаны и паприку выкладываем на противень с пергаментной бумагой или смазанный растительным маслом. Прокалываем несколько раз ножом или вилкой. И отправляем в духовку, разогретую до 190 градусов, на 30 минут. Овощи за это время пропекутся, и можно будет легко снять кожицу. Овощи отправили в духовку, сразу приступаем к мясу. Заливаем окорочок в кастрюле водой, кладем перец горошком, лавровый лист и соль. Напоминаю, что можно взять и куриную грудку, или говяжий язык. Как только окорочок закипел, ставим на средний огонь и варим до готовности. Покупная курица варится очень быстро. Тем временем маринуем лук. Тоненько нарезаем красный лук четверть кольцами. И заливаем тремя столовыми ложками винного уксуса. Отставляем в сторону мариноваться. Тем временем приступаем к заправке. Для нее нам нужны грецкие орехи, около 30 грамм, 5 столовых ложек оливкового масла, чайная ложка хмели-сунели, соль, зубчик чеснока и петрушка или кинза, которую мы уже показывали с овощами. Также нужен еще винный уксус, 2-3 столовые ложки. Для заправки орехи измельчаем в крошку. Можно воспользоваться блендером, а можно сделать это вручную, как я. Конечно, можно это сразу делать в посуде, в которой будете делать заправку. К растертым орехам выдавливаем супчик чеснока. Добавляем оливковое масло. Дальше я добавила 2 столовые ложки винного уксуса. Оливковое масло, соль, хмели-сунели. Все хорошо перемешиваем. И нарезаем мелкой зеленью. Добавляем к заправке и перемешиваем. За это время овощи, как и курица, уже готовы. Достаем баклажан и паприку с духовки. Ждем, пока они немного остынут, для того, чтобы мы могли очистить кожицу. Как только они станут достаточной температуры, чтобы мы могли их очистить, снимаем кожуру и нарезаем полосочками или делим вручную на волокна. Делаем все хорошо перемешиваем. І AHМЕР Добавляем чтобы не были спустим. Продолжение следует... Вот примерно такой формы, такого размера. То же самое делаем с мясом. Снимаем шкурку, отделяем от кости и разрезаем или разрываем руками на волокна. Добавляем в одной посуде запеченную паприку, баклажан, мясо, консервированную фасоль, можно взять вареную фасоль, маринованный красный лук, добавляем готовую ароматную заправку и хорошо все перемешиваем. Аромат от этого салата уже просто фантастический. Сверху я положу еще обжаренные на сковородке орешки. По желанию можно добавить немножко соленого сыра и, конечно же, срочно пробовать. На мой взгляд, этот салат можно приготовить на ужин как основное блюдо. Сытно, полезно, ароматно и очень вкусно. Обязательно приготовьте, я уверена, что салат вам очень понравится. Приятного аппетита! Спасибо за ваши лайки, не забудьте подписаться на канал, если вы еще не подписаны. Берегите себя и своих близких, давайте готовить вместе! До новых встреч!